Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Star Stable Quest Chants открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное видео по обновлению в Star Stable Online. Посмотрим, какие же магические кони прибыли в Хэллоуин, какую одежду комплектом добавили к этим лошадкам, что за гамбит, видим, ждет нас в грядущих обновлениях, ну а также поговорим о том, что ждет нас на следующей неделе. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! В цитрадель наездника Томпсона добавили новых лошадей, магического Хаффлингера и магического Танисийца. Это очень волшебные, я бы сказала, даже ведьминские лошади, потому что они сделаны, основываясь на наших самых известных двух ведьмах. Это Сив, а вторая, по-моему, с ведьмой Пи. Вот такие вот разные лошади, но при этом связаны с магией ведьмами. Первая лошадь это Одра, она основана на модельке Хаффлингера, очень красивая. Я бы сказала, как будто бы космическая лошадь, но на самом деле она просто очень связана с такой магией именно ведьм Вала, светится. У нее шикарные рога с золотыми кольцами, также у нее кольца на ножках и есть вот такие вот рога или наросты на крупе. Очень красивая, безумно смотрится вообще эта масть, мне она очень нравится, прям вызывает полный восторг. Она ну просто неон в ночной мгле, я не знаю, я просто очень ждала ее, так как из двух лошадок я хотела ее больше всего. Вот так вот она выглядит в обычном своем виде, как я сказала, модель Хаффлингера. Это значит, что все анимации и даже специальные анимации повторяются с данной породы. Стоимость данной лошадки 900 старкоинцев. Теперь давайте посмотрим вторую лошадь. Это Альвира на модельке Теннесси. Очень красивая лесная магическая лошадь. У нее вместо рогов как будто бы корни, также корни в хвосте и какая-то таинственная солнечная как будто сфера. Возможно в описании написано, что это такое. Очень непривычно, особенно кстати то, что гриба у нее сливается с телом и даже можно подумать, что у нее и вовсе нет грибы, просто что у нее шея вся во мхе и в растениях. Вот так вот она смотрится на алюрах. Тоже очень магическая, но все-таки магический Хаффлингер мне нравится намного больше. И вот такая вот масть у нее в обычном виде. Масть очень какая-то странная, непонятная. Мне кажется, ее городскую масть можно было бы сделать к магической лошади Березе. Вот, но тем не менее, мы покупаем их всегда, чаще всего, чаще всего, мы покупаем их ради магических мастей. Данная лошадь стоит как теннессийская 950 старкоинсов. И если вам понравились две эти лошадки, то прям не забудьте их купить, потому что они уедут с Юрвика сразу вместе с Хэллоуином. И вам придется ждать целый год для того, чтобы их купить. Но лошадки не приехали одни, вместе с ними приехали их новые питомцы, лисенок и... Хотела сказать домовенок, но это лесной гномик. Итак, вместе с магическим Хаффлингером приехал лисенок Бурый. Чтобы этот зверек не разбушивался, всегда держи для него угощение в сидельной сумке. И гномик Фен. Фен живет на болотах и присматривает за... За болотами. Он с радостью поможет тебе собрать всякую гадость для хэллоуинских снадобий и других волшебных зелий. Очень классные существа. Лися-то у нас уже давно в почете, мы уже их видели много раз. Но тем не менее, сейчас нам добавили вот такого вот классного лисенка. И я наверняка его куплю вместе с покупкой коней. Не беспокойтесь, она будет, потому что я тоже в них прям безумно влюбилась. Гномик очень классный. Первый гномик у нас появился зимой того года. Это был снежный питомец гномик. А сейчас они решили сделать вот такого вот, наверное, лешего болотного в кармашке. Но в принципе он тоже смотрится очень мило. Но нам мало лошадей. Теперь нам добавили еще и в магазине новых вещей. По-моему, новые одежды. Да, это как раз костюмы к нашим новым магическим лошадкам. Комплект лесной ведьмы и... Так, подождите. И комплект болотной ведьмы. Кстати, в каждом сете у нас два вальтрапа. Один как будто бы воисковый, я так понимаю. И один как будто бы конкурный. Угу, теперь разработчики делают это вот таким вот образом. Где-то послышался звонкий голос и нас призвал несчастный дух. Напоминаю, что теперь нам доступно гамбит наездника. Это когда вы даете несчастному духу в обмен три осколка, которые есть у вас в инвентаре. Это вот осколки души. Вы даете ему три осколка и с этого момента на вас начинается охота. Наездник Томпсон будет следить за вами и будет дождаться того момента, когда вы потеряете свою бдительность, чтобы начать за вами охоту. Если вы сможете убежать от наездника Томпсона, то взамен вы будете получать некие подарки. Ну а если же нет, то не получите ничего и осколки вам не вернутся. Поэтому если берется гамбит наездника у несчастного духа, будьте бдительны и остерегайтесь кататься по темным тропам. Обратите внимание, в связи с разделением российских и украинских серверов, некоторое время те люди, которые все-таки перешли на подсолнух, отображались у вас в друзьях, а также в списке клуба. Но сейчас разработчики это починили, и они автоматически удалились из списков ваших друзей или состава вашего клуба. Так что если вы следите за количеством людей в клубе, но некоторые из них не сообщили вам о своем переходе и резко пропали из списков, возможно они просто перешли на подсолнух. Что же ждет нас на следующей неделе? Есть кое-что пострашнее гамбита наездника. Приготовьтесь к гамбиту ведьмы. Это значит, что по идее появится тоже какой-то NPC или возможно же этот же самый одинокий призрак, который стоит по пути к конюшне, в котором мы будем давать либо какие-то предметы, либо осколки, и на нас будут охотиться ведьмы. Что ж, это очень интересно. Ждем следующей недели. Посмотрим, что же в итоге будет, как это будет выглядеть, и сколько за это будут давать либо опыта, либо подарков. Ну а на этом все. Я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! И до встречи в следующем видео! Субтитры подогнал «Симон»!